Сушка тела в короткий срок Итак, вы решили подсушиться? Дело хорошее, вопрос только в том, как убрать жир и не растерять с трудом накачанную массу. Конечно, можно изматывать себя многочасовыми аэробными упражнениями и питаться как птичка калибре. Но, честно говоря, такие программы похудения давно устарели. Я предлагаю отличный вариант сушки тела, революционная стратегия питания плюс продуманный тренинг, настоящий переворот в битве с весом. Возможно, вам покажется, что мы ведем атаку не по правилам, но именно так обычно и совершаются по-настоящему великие победы. Избавиться от лишнего жира и подсушиться не так уж трудно. Достаточно создать дефицит калорий, то есть сжигать больше, чем получаешь. Однако, тут есть тонкость. Этот дефицит следует создавать осторожно, иначе вместе с жиром исчезнет и масса. Дело в том, что систематическое ограничение числа калорий меняет базовый уровень обмена веществ, причем не в лучшую сторону. Что такое базовый уровень обмена веществ? Это число калорий, которое необходимо вашему организму просто для работы внутренних органов. Оно составляет от 60 до 70% от средних суточных энергетических потребностей. Чем выше базовый уровень, тем больше сжигается калорий, в том числе во время отдыха. А на сжигание калорий, между прочим, в огромной степени влияет мышечная масса. В первую очередь, потому что мышцы очень энергоемкие и в обмене веществ участвуют гораздо активнее, чем жир. Допустим, вы сели на диету, сократили калории и потеряли часть мышечной массы. Это значит, что базовый уровень обмена веществ неминуемо понизится, и создать дефицит калорий будет очень трудно. Получается порочный круг. Калорий вы получаете меньше, но сжигаете тоже меньше, потому что масса тает, а обмен веществ замедляется. Какой же выход? Как сохранить калории и сжечь жир без ущерба для массы? Выход есть. Надо организовать циклы повышенной и пониженной калорийности от дня ко дню. И даже внутри одного дня. Такие перепады все время встряхивают. Обмен веществ. Организм просто не успевает адаптироваться к определенному числу калорий. Первый цикл такой. Вы сокращаете калории, больше сжигаете на тренировках и, естественно, теряете жир. Но тут возникает уже известная вам проблема с базовым уровнем обмена веществ. Он падает. Что вы делаете, чтобы его поднять? Начинайте второй цикл. На время увеличиваете калорийность рациона. Конечно, при этом набираете немного жира. Но все же его будет меньше, чем перед началом первого цикла. Потом третий цикл. Опять срезаете калории на короткий период. Вы постоянно теряете жир, а базовый уровень обмена веществ приспосабливается к новому весу тела. Не просто падает, как при долгой диезе с пониженным числом калорий, а приспосабливается и держится на оптимальной высоте. Прежде чем начинать цикл, надо определить энергетические потребности организма. Для этого есть специальная формула, основанная на вашем весе, проценте жира и уровне физической активности. Еще один важный момент во время сушки. Рассчитывая число калорий, учитывайте, чем вы будете заниматься в ближайшее время. То есть, исходите из той активности, которая предстоит вам в следующие пару часов. Например, не стоит наедаться перед сном, поскольку целую ночь вы будете лежать без движения. Никакой физической активности речи быть не может. Калории, скорее всего, превратятся в жир. По той же логике, перед тренировкой или тяжелой работой, скармливайте себе больше калорий. Разумеется, не забывайте отвести время на усвоение пищи. Если загрузиться калориями незадолго до тренировки, правильно и логично, то после нее наоборот, лучше вести себя по сдержаннее. Понравилось видео? Ставь лайк, подпишись на канал. До новых встреч, друзья! Субтитры сделал DimaTorzok